Я, конечно, не ставлю себе задачу, разумеется, вы не думаете, я себя не хочу переоценивать и тем более навязываться, называя это духовным делом, это для меня. Мне хочется оставить этот вопрос открытый для каждого, для каждого, для каждого виду вдохновения, для кого-то это может быть, кто-то мне написал, может быть, этот темп следует еще уменьшить, ведь это некая духовная практика. Ну, можно это так, разумеется, видеть, да, это духовная практика, для кого-то это интеллектуальная практика, для кого-то, ну, как бы, это такое вспомогательное делание, то есть целью является понять какие-то тексты, там, какую-то конкретную традицию, или какие-то традиции шайлов, или йоги, да, я знаю, как люди из харьковских йоги-наба, да, 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 и поэтому очень могут быть мотивации разные, да, ну, конечно, следует настроиться на то, что должна быть система подхода. И вот этот общий алгоритм анализа, он является такой попыткой, наш, так сказать, подход, ну, как бы сказать, ну, в виде некой условий, интеллектуальная санктура, если желаете, структурировать, да, еще раз вкратце, да, предложение, вот перед нами некое предложение, простое и сложное. связь простых, если это сложная связь простых предложений, чаще всего, она бывает, конечно, сочинительная, подчинительная, но чаще всего, в давляющем большинстве случаев, это коррелатив, да, это часть левая с е и с т, да, я тат, ях тат, ях тат, ях са и так далее, яда, тата, все вот эти типы. Я думаю, что вы теперь это все знаете. И затем мы анализируем левую часть и правую часть. Левая часть и правая часть, это просто моя такая, ну, серботерминология для того, чтобы как-то это называть. И каждая из, вот, левая и правая части коррелатива, это простые предложения, и мы должны тоже проанализировать подлежащие сказы. Затем, какие-то, вот, маркированные клаузы, и мы говорим, что это абсолютные клаузы, да, абсолютные клаузы, это чаще всего абсолютный логотип, об этом еще позже. Еще, я приведу еще один пример. И очень часто это абсолютивные клаузы, или дейбричастия, или герунги. Да, и обосновательные клаузы, это в именных предложениях, об этом мы будем говорить в другой раз, когда будет Бог именом, шахстрический комментатор с ним в стиле говорит. Это тот стиль, который, в общем, наиболее труден для освоения, требует наибольшего времени, усилий, поскольку он, вот, очень отличается от нашего, так сказать, привычного, нам, ну, что-то, так, славян, славянц, говорящего на славянских или балтийских языках. Или на немецком, или на английском, в любом случае. Но при этом это очень важный стиль, и об этом мы будем обязательно, может быть, конечно, этому следует, может быть, выделить целый, целый, вот, один, единый блок, тоже этому шахстрическому стилю, как минимум, да, поскольку колебиная доля царскитской литературы, да, именно литература шаста, но именно вот шаста в смысле комментариев, да, субковментария, комментарий на субковментарии,ucken детали, целый, целый парк, комментарии, патологических, религиозных, философских таких углов. Дальше мы смотрим, помимо этого, клаусы с частицей идти. И уже когда мы эти основные моменты увидели, мы начинаем перевод не слева, как неопытный студент склонен делать. Конечно так может пойти, если совсем простенькие предложения. Мы можем слово за слово перевести, потом оно само срабатывается. Но это только в очень простых случаях. В более сложных случаях мы неопытный студент, или студент, которому не говорят про этот алгоритм, это не всегда, к сожалению, преподаватели об этом рассказывают, начинают просто слева направо механически переводить и пытаясь затем гадательно сложить этот пазл. Чаще всего не складывается. а если не складывается, то студент начинает методом гадания на кофейной гуще, включает фантазию у кого-то она очень мощная, гуляет хорошо и твится. и поэтому мы получаем, к сожалению, такие фэнтезийные переводы, вот они издаются. Бог с ним там, если они появляются просто где-то в сети. Ну, иногда они даже издаются. И вот книжек, и потом, конечно, как-то бывает, грустно их видеть, поскольку... В серии фэнтези издаются, в смысле, как жанр фэнтези? Нет, нет. Они издаются как эмбологический литератур. Я сейчас не хочу никого специально обидеть, поэтому именем не будем называть. Я сейчас в одну книжечку иногда заглядываю, смотрю, сколько там фантазий много. Ну, бывает, да. Что делать? Ну, вот, как говорит Патанджали, да, Патанджали, который для йогов, он как бы является ипониумом и автора йога, так сказать, йогового шастры и грамматиком, ну, конечно, он грамматик, он на самом деле исторический, конечно, кроме того. Крайне маловероятно, чтобы это был один и тот же Патанджали, а вот он говорит Тасман. Вот. Ты не застал.